Итак, дорогие друзья, мы сегодня поговорим о массивах и вообще ответим на вопрос, а зачем нужны массивы? Массивы есть во всех языках, но, наверное, одно из величайших действительно изобретений человечества это NumPy. Это библиотека работы с массивами, написанная на языке C и с привязками к Python. Это библиотека для инженерных расчетов. В общем, она умеет делать все, что угодно. Любые вычисления, в том числе и огромное множество, работает с массивами. Предисловие будет таким. Например, когда мы в школе Python плюс Django начинаем проходить библиотеки, такие как Matplotlib, Pandas, Skicket Learn, машинное обучение, то все эти библиотеки работают на основе NumPy, библиотеки научных вот этих вычислений. Значит, как это можно представить? Это то же самое, что вот если, допустим, Pandas. Представьте, что вы в руках держите калькулятор. И вот вы высчитываете что-то. Вот так же для Pandas является таким, грубо говоря, это не совсем корректное сравнение, с таким калькулятором и NumPy. И каждую тематику, что в Matplotlib, что в Pandas мы начинаем с массивов. Как-то я себя словил на мысли, что вот мы делаем, пишем некие массивы. Хотя я рассказываю, но думаю, надо это видео отдельно записать, потому что человек думает, да нафиг мне все это нужно, эти все непонятные цифры, числа, их много. А теперь я вам расскажу такую вещь. Итак, зачем массив и какие его основные особенности? Я буду рассказывать простым языком. Но, допустим, вот есть массив. Сначала мы его просто сделаем, да, вот я к примеру покажу. Ну, сейчас тут немного чисел 5, 6, но ведь, по сути дела, вот смотрите, такая вещь. Здесь может быть далее 6, 7, 8 и далее 100, 1551 элемент массива. Может? Может. Это возьмем абсолютно любой склад, допустим, большой магазин, абсолютно любой магазин запчастей, да и вообще все, что угодно. Так, тогда у нас стоит вопрос, вообще зачем люди придумали массивы? Ну, давайте отвечать. Первое. Ребят, вот представьте, сейчас вы видите числа, но при этом каждое число, это ячейка. Оно может быть заполнено чем угодно. Вот я нарисую сейчас 6 вещей, ну, 6 ячеек. Значит, смотрите, вот число 1. Счет в массивах начинается с нуля. 1, 2, 3. Это, грубо говоря, мы создали массив, который, ячейка называется 1, 2 для компьютера. 4, 5. Значит, данный массив, ячейка, то есть, имеет место. Проще всего представить массив, как вот, заходим, вот, бывает на вокзал, старые камеры хранения по ячейкам, 1, 2, 3, 4, 5. Но они имеют место. Значит, теперь смотрите. Хорошо. У нас есть, у нас есть магазин, и у нас в этом магазине есть товар, ну, количество этих товаров, например, 100 тысяч. 100 тысяч. Это много? Много. Вручную все добавлять не будете. Вот поэтому, вот, утрированно для таких целей создается массив. То есть, по сути дела, что так, в чем удобство массив? Массивы легко создаются. Например, мы могли задать, я сейчас не буду показывать программный код, но я говорю к примеру, что создать массив там от 1 до 100 тысяч. то есть, мы одной строчкой кода, я буду просто писать, одной строчкой создаем массив. второй строчкой кода. Второе. Принцип действия массивов, это, опять же, легкость действий над массивами. Ну, представьте, вот этих у нас сейчас показан один товар, но я сказал, что этих товаров 100 тысяч. Согласитесь, вот это у нас, допустим, колесо, вот это у нас там поршень, ну и так далее, и так далее. Товары. Но, по сути дела, мы, используя массив, можем каждой ячейке привязать какой-то товар. Да, колесо, поршень, например, колодки, если это автомагазин, да? Теперь отвечаем на вопрос. В данном случае, я взял пример, как будто бы это автомагазин, привязал вот эти вещи. Человек, который занимается садоводством, мог бы сюда привязать породы деревьев, мог бы создать другой массив, например, там, для обработки деревьев, для ухода. Чем это удобно? С массивом, почему люди придумали массив? Для того, чтобы все действия выполнять в одну строчку года, или в одну функцию. Например, когда у нас вот здесь 100 тысяч товаров, поиск сложный, мы могли просто одной строчкой кода расположить элементы массива по алфавиту. Понимаете? Это же одна строчка кода, и 100 тысяч элементов стали по алфавиту. Это удобно? Удобно. Следующий момент. Массив – это ячейка. Но вопрос в том, что, вот допустим, число 1 массива, то есть, единица, вот он, да, вот это соответствует этой ячейке. Но мы всегда можем добраться до нее, так как массивы извлекаются по срезам. Что это значит? допустим, первый элемент массива имеет значение 0, второй, то есть, поехали, имеет, само собой, значение 1, третий элемент, там, значение 2, то есть, само, по счету массива начинается с нуля. И понятно, что, например, вот смотрите, ну, например, нам надо узнать, сколько было продано поршней за определенный период. Опять же, благодаря определенным функциям массива, да, то есть, например, точка старт, и здесь же, то есть, функция есть здесь старт, стоп, а здесь стоп, да, по сути дела, мы выделили только ячейку 2, шаг. И по сути дела, это здесь утрирован, но ведь сюда можно привязать временные рамки, сколько было продано поршней, там, например, 800 штук. 800. И вот, именно поэтому, смотрите, как все интересно, все библиотеки Madplotlib, Skikit, Learn, Pandas опираются на NumPy, то есть, вычисляют NumPy. Поэтому, по сути дела, вычислив, но применив библиотеку, например, Madplotlib для графических отображений, мы б могли, к примеру, получить график, что за такой-то период было продано 800 поршней. То есть, а что мы для этого? Для этого мы применили функцию точку старт, где начать, где закончить, да, то есть, и, допустим, там есть длина еще массива, но сейчас я это опускаю. И мы взяли с массива только этот промежуток. Просто в массиве все, массив это когда все элементы однородны. Ну, в данном случае это целые числа. Но, на самом деле, мы видим, что суть массива, я хочу, чтобы вы уловили, суть массива это легкие действия над большими подсчетами. по сути дела, можно сказать так, я повторюсь, что массивы придуманы для того, чтобы в одну строчку кода сделать некое сложное действие или сложный подсчет. Как я говорил, ну, например, в одном случае это расположить товар во всех ячейках, да, то есть, в каждой ячейке будет присутствовать какой-то товар. Мы всегда можем получить доступ, а дальше мы все, что хотим, делаем с этим массивом. Уменьшаем, увеличиваем, смотрим. То есть, это и хранение удобное, и массивы, допустим, NumPy, они очень быстро работают, потому что написано на языке C. И, по сути дела, мы можем работать с огромным количеством элементов, при этом все действия, весь программный код будет очень короткой. Почему? Потому что это нам обеспечивает сами заготовки NumPy. Здесь большое количество функций, и именно поэтому NumPy работает, как я сказал, для таких библиотек, Matplot, Lead, Pandas, Machine Learning, как вычислительный центр. По сути дела, если привести грубую аналогию, как я сказал, что это у вас в руках калькулятор, вы просто считаете, вводите цифры и так далее. Вот, допустим, если взять Matplotlib, то Matplotlib высчитывает, чтобы отобразить график, Skiket Learn, чтобы там машинное обучение, чтобы принять решение на основе этих действий, и так далее, и так далее. Но мне просто хотелось донести, потому что многие люди, я просто заметил, что, не знаю, зачем этот массив, зачем писать. И тогда становится понятным, зачем мы занимаемся, и, допустим, прежде чем приступить к Pandas, мы начинаем изучать массивы, то есть, в данном случае, вот мы взяли, вот смотрите, вот то, что я рассказывал, создание массива, вот я строчку писал вручную, да, np.array и перечислял раз, два, три, четыре, пять, шесть, и так далее, и так далее. А если у вас товаров сто тысяч, так я сделал бы это намного, немного проще. Написал бы функцию, например, np.array и здесь сделал бы, ну, я не буду сейчас большие цифры, сто пятьдесят. И если я сейчас выведу, пожалуйста, вот, у меня ячейки получилось сто пятьдесят, ну, на самом деле сто сорок девять, потому что первая ячейка ноль, как я говорил, да, ну, так с нулем ячейк сто пятьдесят, то есть, мне не понадобилось даже это, времени больше минуты, чтобы создать такой массив. Я бы мог сделать, давайте попробуем сделать, у меня компьютер мощный, сто тысяч, не знаю, зависнет, может, сейчас, а там, а ранг это число не, значит, не поддерживать сейчас, ну, сейчас посмотрим, что, что Python нам выдаст. А, ну, все, да, да, верно, вот, смотрите, действительно, для того, чтобы не выводить всю информацию, всю информацию, смотрите, секунда времени не прошла от нуля, а вот 999 тысяч, 999, то есть, 100 тысяч, просто Python скрывает, чтобы не выводить, это же будет долго, у кого компьютер медленный, то оно бы зависло, а так Python только начало и конец вывел первых три числа, последних три числа, но внутри при помощи NumPy создали 100 тысяч ячеек, пожалуйста, делаем магазин, я говорю, допустим, мы, просто сейчас это, мне, это не урок, это просто логическое объяснение, но сейчас мы можем в эти ячейки разместить товары, а дальше делать совершенно разные действия с этими товарами, там нам надо посчитать, допустим, сколько у нас в магазине товаров, мы посчитаем тоже одной строчкой кода, нам надо расположить их по-другому, нам надо вывести, а что с товарами в данном этапе, допустим, с 500 по 1100, понимаете, вот, но это еще не все, массивы бывают и 1D, и 2D, и 3D, по сути дела, массивы это настолько широкое понятие, просто обратите внимание, если бы мы рисовали какой-то куб, ну, куб я не буду сейчас рисовать, с меня художник очень плохой, но, смотрите, массивы работают в пространстве 1, 2, 3D, 4D, ну, вот, 2D пространство, то есть, по сути дела, это тоже массив, только состоящий из двух таких списочков, но, по сути дела, массив ничего не знает, библиотека, NumPy ничего не знает, мы закладываем смысл, например, в одном случае мы заложили смысл, что у нас идет здесь, допустим, ну, пусть это будет количество, да, количество, а здесь было бы по этой оси месяцы, да, время, и, по сути дела, согласитесь, что ось ик, икс, ик, но какая разница массиву, что хранить, ведь он таким же способом мог хранить 1, 2, 3, 4, 5, и по времени раз, месяц, два, сейчас, то есть он бы мог хранить и временные рамки, я же сказал, что массив сам по себе ничего не знает о нас, он просто numpy умеет сделать массив, а мы уже придаем смысл этому массиву, в данном случае мы решили, что один массив у нас будет 1, 2, 3 отображать месяцы и там по количеству и уже по сути дела подключивающую библиотеку тоже numpy при помощи этого массива мы уже можем спокойно выстроить себе график там товара, вот это надо понять, поэтому но суть остается опять же простой что массив и было это изобретено чтобы работать с данными с большими данными одной строчкой кода одной функцией и так как массив это однородные данные в данном случае например это целые числа то есть все однородные данные с ними работать совершенно легко а уже что делать сама по себе numpy имеет столько функций много ой ребята там мы проходим только то чем мы будем пользоваться да то есть что мы будем использовать в данный момент в пандас до этого в матплотлип не так много на самом деле а всеми функциями numpy я не знаю ну наверное никто в мире даже если там с космосом связано не использовал это невозможно охватить от настолько мощная библиотека она настолько быстрая она настолько мощная она настолько там очень много дополнительных функций написано но в принципе я надеюсь что основную задачу то есть зачем нужны массивы я вам рассказал надеюсь что теперь вы не будете будете немножко то есть по-другому смотреть на зачем изучать массивы ну в школе то когда человек он отлично понимает что я просто объясняю что прежде чем пойти в тот же пандас мы будем применять numpy массивы и мы на примерах делаем на примерах делаем изучаем те возможности numpy которые мы будем использовать ну это для школы я снимал видео а для тех кто первый раз увидел это видео то добро пожаловать в школу Бовсыновского python плюс жанга вам начать надо начни здесь либо новые читать либо начни здесь а так нажимаете получить логин и пароль просто-напросто покупаете пожильный доступ уроки сейчас уже в школе более 8 суток я уже и не считаю сейчас сказать но вообще вот уроки пишутся каждый день пишутся уроки они добавляются постоянно то есть школа вам поможет развиваться успехов сайт очень просто spb-tu.ru успехов спасибо за доверие